Барбар, кайф ляцешь мимо сам, да? Я, 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 мы только кайф на стране. Таких энтузиастов на селе еще поискать. В деревне Степная Шантала Алексеевского района 3-4 семьи владеют крупным личным подсобным хозяйством. Это люди среднего и уже предпенсионного возраста, с большими многодетными семьями и, главное, с желанием жить и работать на земле. Мало кто из них имеет еще какой-либо дополнительный заработок. Конечно, кто-то подрабатывает на стране, но основной доход в семью приносят именно молоко. По крайней мере, так было до этой зимы. Семья Кадыровых не отчаивается. Они не могут поверить в то, что кризис в молочной отрасли затянется так надолго. В планах открыть семейную ферму, на сотню голов не меньше, получить грант от государства и заниматься тем, к чему с рождения душа лежит. Это даже необъяснимо, потому что работаем на переработчиков. Вы думаете, все туда? Ну, а куда же еще? Вот разницу, посмотрите, 14 рублей и 60 рублей за литр. А базовая жирность там 3,2, а здесь 4% жирности. Значит, вот эта прибыль, разницу, кто получает, перекупщики, потом, значит, кто этим производством занимается, так ведь. А потом еще торговые наценки, это торговые сети. И все сидят на этом. Мы записали интервью по телефону с человеком, который занимается сбором молока у населения. По его словам, мол, заводы сегодня отказываются принимать молоко даже по самым минимальным расценкам. За 14-15 рублей за литр. В связи с тем, что на заводах уже достаточно сырья. Продукция никуда не идет. Вот складывающие забитые. Продукция пойдет, маленький будет платить. Сказали, да? Да, тогда 9-й сказал, вроде продукцию некуда даже складывать, уже все забитые. Руководитель фермерского хозяйства Елена Белоглазова уверена, что всему есть разумное объяснение. Все производители, в том числе и в Татарстане, в один голос твердят, что делают свою продукцию исключительно из натурального сырья. Зимой надой молока закономерно падают. Соответственно, должна была увеличиться его цена и объемы закупки. Сырья должно не хватать. Так откуда тогда излишки? То есть, если это из-за того, что у нас большой поток сухого молока, значит, люди должны знать, что основа промышленной, молочной промышленности у нас сухое молоко, а не натуральное, как нам рассказывают. Так ведь? Это же нужно признать как факт. Уже прошло 10 лет с момента принятия в России технического регламента на молоко и молочную продукцию. Еще в 2008 году было решено, что по закону молоком будет называться только тот продукт, который получается натуральным путем, грубо говоря, через корову, а не из сухого белого порошка, сухого молока. Продукт, полученный вторым способом, будет называться молочный напиток. Все, что вошло в состав молочного продукта, должно прописываться на упаковке. По расчетам экономистов, цены на продукты, содержащие сухое молоко, должны были упасть по сравнению с настоящим цельным сырым молоком, чему так радовались качественные производители. Но в итоге получилось ровным счетом наоборот. У производителей встал большой вопрос реализации. И этот момент, что писать на этикетке, не знаю, либо оттянули, либо вообще отменили. То есть сейчас даже установленное молоко у нас пишется как молоко натурально пастеризованное. Вот такой скромный набор продуктов молочных, который мы используем в нашей повседневной жизни. То есть едим сами и кормим своих близких. Стоит отметить, что мы проверили молочку в магазинах и не нашли ни одной бутылки, где было бы написано, что производитель использовал бы сухое или же восстановленное молоко. В основном пишут такой состав. Молоко нормализованное или же молоко цельное. Другое дело, вот такие сырки или же творожки. Их, кстати, очень любят дети. Здесь действительно производитель указал, что в производстве была использована сухая молочная сыворотка или же сухое молоко. Но информация эта дана таким мелким шрифтом, что не каждый покупатель может сразу разобраться. Кто они? Эти нерадивые производители, которые нарушают законы, используют сухое сырье в производстве, вводят покупателей в заблуждение. Таких ни в России, ни в Татарстане нет. Пока это все огульное обвинение. Никого за руку за этим делом не поймали. И поймают ли? Большой вопрос. Если при этом было выявлено нарушение. Если в ходе проверок нарушений никаких не выявляется, то это предприятие проверяется раз в три года только. Отличить на вкус сухое молоко от натурального, разлитого уже по бутылкам, невозможно вообще. Нужно иметь исключительные вкусовые рецепторы или же провести лабораторные исследования, что является весьма дорогим удовольствием. Многие уже наверняка и не помнят меламиновый скандал 2007 года, который был связан с сухим молоком из Китая. Тогда российские санитарные службы наложили запрет на ввоз этой продукции лишь после того, как стало известно о тысячах пострадавших по всему миру. Ростельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии. В 2016 году было выявлено 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм. В 10 случаях были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году 596 нарушений. По данным на 20 февраля 2018 года уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции, в том числе в 21 случае были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ. И вот когда глубже начали разбираться, оказалось, что из европейских запасов стратегических выбросили, ну, сроки практически прошли у этого, сроки годности у этого сухого молока, то есть когда проходит определенное время, начинают сбрасывать резервы. И через Польшу они поступают в Белоруссию, там перепаковываются в их упаковку. И имеют себестоимость в пересчете на молоко примерно из расчета 5-6 рублей за литр. Опять же, вопрос к качеству, опять же, вопрос к демпинговости, который разрушает наш рынок. Вот многие горожане сегодня говорят о том, что зачем вы нас лишаете дешевой продукции и так далее. Знаете, дешевые только сыр в мышеловке. Складывается парадоксальная ситуация. У наших сельхозпроизводителей есть натуральная продукция. Продукция, которая не имеет свободного выхода на рынок. Продукция, которой приходится выживать, в среде нечестной конкуренции, в среде неравной борьбы за потребителя, не имеющего возможности сделать свой правильный выбор. Езира Юзаева, Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.